Досмотри этот видеоролик до конца, братик, и получи тысячу алмазов насчет Free Fire. По ходу видеоролика тебя ждет масштабный конкурс. Велика вероятность, что данный видеоролик из-за своего содержания никогда не попадет в рекомендации YouTube. Поэтому я прошу каждого, кто его увидит, авансом поставить лайк или дизлайк, а также написать комментарий. Это поможет в продвижении данного видео. Правда? Должна быть услышана. Эй, майор, братик, там на тебя Евген разоблачение снял. Где майор? В толчке майор. У него с утра запор. Смирно. Больно. Опе. Больно. Привет, Стась. Здорово, ёпты. Я знаю, что ты ждал этот видеоролик целых два месяца. И на протяжении двух этих месяцев каждый божий день по нескольку раз чеков мой каналчик на YouTube-чике в надежде увидеть этот видеоролик. Прости, что потребовал твои детские нервишки. Сегодня я спешу тебя обрадовать, Стасик. Потому что этот долгожданный день настал. Присаживайся поудобнее, наливай себе чаечек, возьми с полки на кухне печеньки и заранее предупреди мамку, что завтра ты не пойдешь в школу. Потому что сегодня, вот прямо сейчас, тебя по фактам размотает отец Евген. Нихуя себе. Завтра точно будет не до школы. Я надеюсь, тебе понравится. Приятного просмотра. Итак, начнем. Кто же такой майор? Воришка, плагиатор, мошенник. Это если крат. Жестоко. Настоящее имя майора Стас Кузнецов. Ему 14 лет, он родом из города Ижевск. В данный момент времени проживает именно здесь и обучается в среднеобщей образовательной школе номер 74. Восьмой и класс. С самого начала своей ютуберской карьеры майор старается нигде не светить свое лицо. Тем самым, я думаю, он подражает коллеге по цеху Смайлу, который до недавнего времени тщательно скрывал свою внешность. Вообще, если проанализировать все видеоролики майора, а также его подачу, стиль общения с подписчиками, плюс другие его ресурсы, то можно провести параллель и найти сходство с огромным количеством видеоблогеров. И это не случайность. Стас, это смесь всех самых хайповых и не очень ютуберов по фрифайру. О том, как выглядит майор в жизни, практически ничего не известно. В его соцсетях есть всего лишь одна фотография в профиле. Больше фоток с ним вы нигде не найдете. Это невозможно. Вы же понимаете, что сейчас будет? Учится в школе Стасик Хренова, троечник-двоечник. По словам одноклассников, сидит на уроках и постоянно играет в одну и ту же мобильную игрушку. В жизни из класса практически ни с кем не поддерживает общение. По некоторым данным, очень частенько бомбит, когда сливает катки. Фотографируется редко и постоянно старается уйти из кадра, когда видит объектив камеры. Только потому, что понимает, что все эти фото могут быть слиты. Вот прямо как сейчас. Шок-контент. На простору Ютуб Майор пришел в сентябре 2018 года. И до того, как начать снимать видеоролики по Фри Файеру, он играл в танки. Именно в этой игре он пытался делать свой первый контент. Но, как вы понимаете, это ничто ему не дало. Первый видеоролик, на самом деле ни хрена не первый, был залит Майором 31 августа 2019 года. Остальные ролики, которые выходили на его канале до этого момента, сейчас скрыты. Как вы можете видеть, ролики Майора на протяжении долгого времени не набирали даже и тысячи просмотров. Но, несмотря на это, среди них попадаются исключения, где мы видим и 5, и 10, и 15, и 20, и даже 70 тысяч просмотров. Что это за волшебные ролики и откуда такие цифры на канале, где 70% видео это неудачный контент с минимум просмотров, я расскажу чуточку позже. На сегодняшний день на канале Майора более 90 тысяч подписчиков. И эта цифра ежедневно растет, так как Майор старается как можно чаще выпускать контент на хайповые темы. Обзор нового пропуска, джекпота, как настроить отяжку, как получить халяву, промокоды и все то, что было сделано до него. Я не совру, если скажу, что сегодня на его канале просмотры растут со скоростью света. И на многих видео мы можем найти даже и 50, и 70, и 100 тысяч просмотров. Оно и неудивительно, кто же не подпишется на этого маленького мальчишечку с ангельским голосочком. Плюс с исключительно полезным контентом. Ворованным контентом. Параллельно с каналом на ютубе он развивает тикток, где на сегодня уже более 60 тысяч подписчиков. А также группа вконтакте и телеграм-канал. Я смотрю только на просмотры и только на минуты, все больше я вообще ничего не ебет. Посмотрев на все это со стороны, на первый взгляд кажется, что Стаси это довольно успешный в свои годы паренек. Красавчик. Наверняка люди, которые прямо сейчас подписываются на его ресурсы, считают, что у него есть задача стать хорошим и успешным ютубером. И, конечно же, только за все это его родители могут им гордиться. Наверное. Замкни свою пасть! Пользуясь случаем, если данный видеоролик увидят родители данного персонажа, я бы хотел обратиться к его родителям. Вот это поворот! Дорогие мама и папа Стаса Кузнецова, не ругайте сильно своего сынишку. Я думаю, дома он паренек нормальный, хороший, вот прям примерный маминкин сыночек. Уроки вовремя делает, школу не прогуливает, а в перерыве видосики клепает и зарабатывает с них денюжки. Сейчас опять выставит какой-то поебота, который, блядь, вообще нахуй в другую русло переведет диалог. Пожалуйста, я вас очень прошу, за все то, что вы увидите и услышите дальше, не ругайте его сильно. Ну подумаешь, матом через каждое слово Стасик ругается. Ну подумаешь, при любом удобном случае чужих мамочек своей маленькой пиписькой чпокает. Ну подумаешь, религию оскорбляет. И людей в два, а то и в три раза старше его со всех сторон членами обкладывает. Больной ублюдок! Ну подумаешь, обманул тысячи людей и своровал у них в сумме больше ста тысяч рублей. Это ведь все не по-настоящему, всего лишь проделки в интернете. А че так можно было что ли? Дома-то он ребенок хороший, я уверен. Не ругайте его сильно, просто возьмите ремень и дайте ему пару раз посраки. Но сильно не ругайте, ладно? Ворованный контент. Как я уже сказал, Стасик и его ресурсы это сплошной плагиат и воровство чужого контента. Это целая ядреная смесь других более популярных ютуберов. Но перед тем, как мы продолжим говорить про Стасика, конкурс. Ура-ура! Прямо сейчас запускаем масштабный конкурс на тысячу алмазов. Условия максимально простые. Ставишь лайк, подписываешься на мой канал и оставляешь комментарий по теме видео. Но комментарий должен быть смешным. Можешь придумать погоняло Стасику, можешь придумать погоняло мне. Можешь пошутить на данной ситуации в принципе. Ограничиваешься только своей фантазией. Ставишь лайк, подписываешься на канал, оставляешь смешной коммент и всё. В следующем видеоролике я чекну все ваши комментарии и выберу самый смешной. А его автору отправлю тысячу алмазиков в игре Free Fire. Комментарию не забудь прикрепить свой айдишник. Скрывает лицо и снимает обучалки как смайл. Делает обзоры пропусков и сливов как жабка или змей. Обзор промокодов, багов и всей подобной херни как интро или Дмитрий Декст. Продает настройки для тяжек как доктор. И это, друзья, лишь верхушка айсбергов. Блогеров, у которых майор ворует контент десятки. Какой стыд. Если вы не верите мне, смотрите сами. Заходите прямо сейчас на любой видеоролик Стаса, выпущенный им за последние полгода. Например, давайте, как убрать пот с рук во время игры. Заходите на него. Вряд ли чувак просто возьмет и сворует чужую идею как убрать пот. Этот вопрос он больше физиологический. И ответить на него возможно только исходя из каких-то собственных наблюдений. Но как вы уже поняли, наш Стасик в свои 14 лет это большое исключение. Просто берем название видеоролика майора, вставляем его в поиск и видим. Прямо перед нашими глазами видеоролики, с которых Стас очень подло скоммуниздил всю инфу. Скажусь мне, долбаю. Если вы посмотрите данные видеоролики, вы увидите, что 90% информации в них совершенно одинаковы. Единственное отличие в этих видео это то, что они были опубликованы в разное время. Ролик съемки был опубликован первым, затем ролик второго человека. А затем видеоролик майора, который по всей видимости сидел и искал, на какую же тему мне опубликовать видеоролик. Нашел, пересмотрел пару видосов, скоммуниздил инфу, соединил воедино и выпустил свою версию. Вот так вот делается оригинальный эксклюзивный контент, который набирает тысячи просмотров. Наверняка кто-то сейчас скажет, Евген, да все ютуберы воруют друг у друга контент, уникального мало. Ты сам делал обзоры пропуска и выбивал пушки, которые выбили до тебя. Террориф, ты на него докопался. И вы будете абсолютно правы, воруют все. Но наш Стасик ворует каждое свое видео. Блять, это нахуй хуйну бы тебе, бля, просто. Абсолютно все его видеоролики на канале, это либо плагиат, воровство чужой идеи, либо подчистую сворованный контент. Порой дело доходит до абсурда, и Стасик даже умудряется не переписать чужой текст. Мы не изменяли баланс, просто нарезали нечто для общего представления. Первым и самым важным советом будет это то, куда вы играете на зарядке. Первый совет, это вам нужно выстроить свой распорядок дня так, чтобы вы не играли на зарядке. В общем-то я не придумал, каким образом выстроить развязку видео, чтобы... Мы разберем связку, ну не связку, короче... Развязку. Связку. Развязку. Совпадение, не думаю. Порой наглость этого парня доходит до того, что, например, какой-нибудь жабкой снимает слив нового обновления, который тут же набирает большое количество просмотров. Стасик это видит, что видеоролик хайпует, и не проходит и пары часов, как на его канале тут же выходит точно такой же обзор слива будущего обновления. Если видо сейчас не доходит, то я еще снимаю на следующий день, стараюсь еще снять, как бы, ну максимум через день, а лучше сразу же на следующий день. Оригинальные видеоролики Стаса, которые были придуманы лично им, были лишь в начале его карьеры. И как мы с вами видели, все они не набирали даже и тысячи просмотров, потому что человек в свои 14 лет, а тогда ему было еще только 13, не мог своей маленькой головкой придумать что-то действительно интересное. Но потом, прочухав тему, что совсем не обязательно снимать раз в неделю что-то уникальное, ведь можно просто брать и воровать у других. Это и времени меньше отнимает, и залетает, явно лучше. Ты с вами, типа, ты у меня спиздила, ну я тут тоже у кого-то другого спиздила, я не буду говорить у кого. Около года назад он умело начал заносить в свою библиотеку видео чужой контент, который абсолютно всегда гарантированно выстреливал. Ведь известно, что если что-то хайпануло один раз, оно обязательно хайпанет во второй. Добавляем к этому максимально кликбейтное название, максимально кликбейтную обложечку и, конечно, теги. Куда же без них, где обязательно поставим имена других, более хайповых блогеров. Стасик это ребенок, который в свои 14 лет совершенно не имеет харизмы, как и должного склада ума для того, чтобы самостоятельно выстреливать на ютубчике. Это человек, который без загрузения совести присваивает чужое себе. Я тут тоже у кого-то другого спиздила, я не буду говорить у кого. Увидел что-то куртура, что бгновенно залетело у других? Как можно быстрее делаешь ровно то же самое у себя на канале, чутка изменяешь текст, ставишь чужие хайлайты на фон и все. Новый хайповый видеоролик уже на канале. У меня есть опыт. Яркий пример такой системы хайпа хайлайты с экстантасионом, которые летом буквально взорвали интернет. Блять, хайлайты смотрят тупые нахуй плебеи, которые, блять, свое мнение нахуй сконструктировать нормально, блять, не могут. Ну что ты, черт побери, такое несешь? По поводу чужих хайлайтов на фоне видеороликов Стаса это чистая правда. Практически во всех своих видео Стас использует чужие нарезки. То есть этот малыш настолько сильно обнаглевал, что воруя чужую идею, он даже ленится поработать над ее содержанием. Это воровство в квадрате. У меня есть опыт. По-моему, снять видеоролик на задний фон это самое простое. Включил запись экрана, поиграл полчаса и вот он материал, который ты можешь ставить на фон в любое свое видео. Но Стас этого не может сделать. Потому что в этом случае все увидят, как на самом деле этот человек играет. И поймут, что у подобного бота не стоит покупать настройки. Не стоит верить его обучениям. Стас это не профи игрок. Он играет хуже меня, без шуток. А значит, он в априори не может обучать других. И тем более, что-то продавать для улучшения игрового процесса. Он в этом просто не шарит. Ты чё, пухой, можешь убанить, правда, и спалишься, что он пиздачей будет. От, вы меня суча, чё творит? Но стоит отдать Стасику должное. Если раньше Стас умудрялся ворвать исключительно у популярных ютуберов, выдавая их идеи за свои, то теперь он это делает с более мелкими. Так как вряд ли кто-то из них ему что-то скажет. О них просто никто не знает. А значит, в априори, не я ворую у них, а они у меня. Но я вижу то, что в интернете появилось реально дохуя. И я на 100% уверен, что они только, блядь, из-за этого, из моего видоса. Я просто поплопаю. И знаете, в этом ничего плохого, наверное. Как я уже и сказал, воруют все. И Жабка, и Трэшер, и Смайл, и Азам, и даже я. Сильное заявление. Но у меня монтаж крутой, и это моя фишка. Поэтому тему ворованного контента и плагиата в этот видеоролик можно было бы и не вставлять. Если бы не два момента. Наш Стасик настолько сильно увлекся воровством чужого, что теперь без загрузений совести, при любом удобном случае, он обвиняет в воровстве других. Если бы не я, вы бы так на уровне хайлайтов, на минималках, на фоне с выскакивающим текстом, без анимации на экране, и остались бы. Ты сам-то понял, что с Морозем? Мальчик, если бы не Смайл, если бы не Жабка, Если бы не Змей, если бы не Яновская, если бы не Азам, если бы не Дандред, если бы не Инта, если бы не Дмитрий Декс, если бы не Холливуд, если бы не Геймер Икс, если бы не Табурет, если бы не Доктор, если бы ещё не с десяток других видеоблогеров, то ты бы сейчас до сих пор бы играл в свои танчики и на пару со своим одноклассником снимал бы видосики с танцульками у помойки. Мы танцуем крабика. Сегодня в его группе вы уже не найдёте ни одного поста с бесплатными настройками. Мальчик всё очень быстро почистил. Сегодня в его группе примерно 60% это исключительно авторский контент или контент, предложенный его подписчиками. Но вот только остальные 40% до сих пор не дают мне покоя. Сливы, новости, обновления. Где-то я всё это уже видел. Ах да, вот здесь. Слива чисто абсолютно эксклюзивную информацию вообще. Помимо всего прочего, этот маленький ребёнок уже настолько сильно словил звезду, что прямо сейчас он действительно считает, что разработчики Горены прислушиваются к его мнению. Он на полной серьёзки втирает людям, что именно из-за того, что он призвал свою аудиторию спамить на ресурсах Горены, они вскоре добавят в игру зимние бермуды. Прямо сейчас разработчики Горены с 50-летним Форестом Ли сидят в главном офисе Горены где-то в Сингапуре и обсуждают между собой прислушаться или не прислушаться к мнению 14-летнего Стасика из Ижевска. Спамер-долбоёб. И это истинно в последней инстанции. Стасик у нас настолько крутой, что в свои 14 лет у него есть инсайдеры, которые предоставляют ему информацию совершенно бесплатно. Потому что он моё. Человек, который знаком лично с разработчиками самой популярной игры. Человек, который этих разработчиков может назвать обезьянами. А потом позвонить им и порешать, почему новое событие не работает. Ему предоставляют инфу совершенно бесплатно. А другие блогеры за эту инфу вынуждены сосать. Но об этом чуть позже. И по поводу инсайдеров Стасика. Ты там печёшься так, мол, эксклюзив, эксклюзив. Только у меня инфа, пацаны. Короче, ребят, прямо сейчас знакомлю вас с инсайдерами Стаса. Точнее, с инсайдером. Вот он. Интересно, а сам Алекс Кит знает, что он у майора инсайдер? И, кстати, если в его группе вы напишите, что он что-то у кого-то своровал, то вас гарантированно поставят в ЧС. Без приколов, в его группе даже есть имя, от кого берётся контент. Кто, Стасик, правда, глаза околит? Ну, окей, воруют все. Правда, Стасик больше остальных. И видео, и посты, и пускай даже настройки. Но Стасик умудряется ведь настройки ещё и продавать. Пождите, хлорцы. Сейчас я застрелю этого ублюдка. Стасик, перед тем, как мы продолжим, я бы хотел прямо сейчас обратиться к тебе лично. Если ты досмотрел до этого момента, то я уверен, прямо сейчас тебя переполняет желание кинуть на этот видеоролик страйк. Или призвать свою аудиторию, своих фанатов, пожаловаться на меня или банально завести мне дизу. Насчёт дизов не вопрос. Братик, вот прямо сейчас бери и завози. Я тебе даже за это спасибо скажу. Но насчёт страйка и жалоб я бы хотел с тобой немного поговорить. Я точно знаю, что на подобное ты способен. И за тобой как минимум 10 угроз другим каналам, что ты их заблокируешь, удалишь и бла-бла-бла. Я на 90% уверен, что страйк и жалоба это будет самое первое твое решение после просмотра данного видео. Но не спеши так делать. Потому что, смотри, вот на пальцах показываю. Первое. Прямо сейчас на твоём канале около 40 видеороликов, в половине из которых ты без разрешения авторов используешь их контент. По счастливому стечению обстоятельств я знаком с этими людьми. И как минимум 3 человека уже прямо сейчас готовы кинуть на твои видеоролики страйк за использование их авторского контента. Второе. Два пальца. Вот видишь, это цифра 2 типа. Прямо сейчас на твоём канале есть как минимум 6 видеороликов с рекламой ресурсов, которые занимаются мошеннической деятельностью. Паблики, которые ты рекламируешь, кидают ежедневно десятки людей на деньги. В доказательстве этих слов у меня есть десятки переписок и скриншотов с отзывами людей, которых вы кинули, и отзывы которых вы так умело чистите. Почему вы? А потому что по моей информации эти паблики либо принадлежат тебе, либо твоим друзьям, которыми ты в доле. Но об этом чуть попозже. И наконец, третье, Стасик. Прямо сейчас на твоём канале есть как минимум 3 видеоролика, где размещена реклама идентификации киви-кошельков для несовершеннолетних пользователей. В силу своего возраста ты, наверное, не подозреваешь, что подобная деятельность является незаконной на территории нашей страны и карается уголовным кодексом Российской Федерации. И ты, как соучастник, а по некоторым данным и организатор, но об этом чуть позже, можешь получить по шапке. Так вот, Стасик, вот это вот, это три страйк, которые в случае чего полетят тебе в ответ. Не будь дурачком и не торопись удалять моё видео. А то ведь я ещё молчу про твой паблик, который ворует контент, оскорбляет честь и достоинство третьих лиц, занимается спам-рассылками, за которые тебя уже, кстати, банили, реклама мошеннических ресурсов и маленькими афёрами, что заказывает не одна сотня комментариев и переписок с людьми, которые прямо сейчас находятся в чёрном списке твоего паблика и у тебя лично. Я думаю, суть моего сообщения ты понят. Смотрим ролик дальше. Обман на деньги. Как вы можете понять, у видеоблогера подобной величины, как Стас, прямо сейчас покупают не только рекламу в видеороликах или в сообществе на Ютубе, но и в группе ВКонтакте и даже в Телеграме. Я не буду сейчас говорить, что этот человек сыт рекламой в уши своим подписчикам и пиарит различные лохотроны, типа бопикерских контор, кликеров, за которые дают пожизненные баны, или подозрительные сервисы по накрутке. Пускай пиарит всякое дерьмо, это его право. Я лишь хочу отметить в этом видео, что Стас берёт с обычных людей деньги, таких как вы и я, и не выполняет условия сделки. Простым языком он просто кидает людей на бабки. Извините меня, пыжи, 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 да, пожалуйста. Вы можете попробовать купить рекламу у Стаса прямо сейчас. Велика вероятность, что он просто возьмёт с вас деньги и уйдёт в игнор. А после того, как вы начнёте требовать и публиковать обещанный пост, он просто поставит вас в ЧС. Для него это ничего не значит. Обычное дело. Он ведь блогер, с почти ста тысячами на канале. А значит автоматически важный человек. И только посмей ему спамить ВВС. Пойдёшь на три буквы. Кому-то Стасик рекламу делает, а кому-то нет. Как это работает, я честно до сих пор не понимаю. Но одно могу сказать точно. Делает он рекламу выборочно. А ещё для всех у него разные цены. Да-да, я сам лично брал у него рекламу своего конкурса на 500 тысяч алмазов. Когда мы только-только договаривались, прайс на публикацию в его сообществе был 100 рублей. Но когда дело дошло до самой публикации, а это было через два дня, прайс вдруг изменился, и пост уже стал стоить 200 рублей. Да-да, не удивляйтесь. Да, чувак, пухлый, но шубан, правда, и спалишься, что-то пиздецей будет. То же самое он делает и с другими ценниками. Например, на комнаты. Для кого-то они стоят 20 рублей, а для кого-то 25, а для кого-то и вовсе 30. Что касается комнат, которые Стасик продаёт у себя в группе. Я думаю, каждый из вас знает, что комната ему предоставляет гарен. И в этом ничего зазорного нет. Но в случае со Стасиком комната ему предоставляет та самая гарена, которую он постоянно критикует и публично оскорбляет. Та самая гарена, на которой он снимает разоблачения, сливы, читы, кликеры. Да по-хорошему, Стасик, тебя гарена давно должна забанить. А то смотри-ка, хорошо устроился, пацанчик. Сегодня гарена ублюдки, лохотроны публикуют, а завтра гарена даёт тебе комнаты, которые ты продаёшь и зарабатываешь на этом деньги. Ну вот, а я на этом жёстко закрепился, и любой ивент выходит, и всем игрокам рефер настраивать, потому что там будет действовать абсолютно та же схема, но я выпускаю видос и собираю минимум 50%. Чё-то какие-то двойные стандарты, тебе так не кажется? И так как в данный момент времени комнат тебе достается всего лишь 50, а денег хочется больше, то приходится импровизировать и обманывать не только своих подписчиков, но даже своих коллег по цеху. Да-да, этот паренёк настолько наглый, и что он обманывает не только подписчиков, но и тех, с кем он общается. Кто это, блядь, вообще такое? Да пиздец. Вот как работает его эфёра с комнатой. Человек, желающий купить комнату, у Стасика кидает ему 25 рублей за комнату. Отмечу, что порой ценник меняется, и комнаты могут стоить 30 и даже 40 рублей. Как это работает, я не знаю. Они договариваются о времени, когда создавать комнату. Но когда это время наступает, Стас не скидывает ID и пароль. Он просто говорит, что тебя не было в сети. Ты не зашёл в сеть! По условиям сделки, Стас даёт 15 минут на заход. Но если вы опоздаете и придёте через 16, то всё. Стасик либо скинул ID и пароль другому, хотя какого хрена ты скидываешь их другому, когда покупает у тебя комнату, вот он! Либо, простите, комната сгорела, она была создана, деньги назад ты не получишь. Или вот самое смешное, Стасик может быть на уроке. Да-да, вы даёте ему деньги, но если у него урок, то простите, комнату вы не получите. Стасик, ты настолько глупый мошенник, что даже не можешь сделать нормальную схему, которой бы люди верили. Помимо рекламы в группе и на канале, помимо продажи комнат, Стасик умудряется кидать своих подписчиков и на настройки. Как вы уже поняли, одна из основных деятельностей Стаса на Ютубе, это как раз таки настройки. Он зарекомендовал себя как человек, знающим в этом толк. Как человек, который сам играть не умеет, но знает в этом толк. И прямо сейчас к нему ежедневно обращаются десятки, а то и сотни людей, желающих настроить свой телефон для более комфортной игры. Я тебе могу сейчас дохерича пруфов кинуть, миллиард клиентов в день, я тебе могу миллиард пруфов кинуть, где они оплачивают, и спустя 50 часов всё нормально. То, что все его настройки ворованы из других источников, и что этот паренёк сам не шарит, что продаёт, мы уже выяснили. Теперь, что касается самого обмана. На странице Стасика ВКонтакте есть сотни положительных отзывов о настройках. Сотни людей пишут ему о том, что они всем довольны. И это внушает в людей, которые только-только зашли к нему на страницу, доверие. Но поверьте мне на слово, комментарии на стене Стаса чистятся. Я не поленился и замониторил его страничку. Смотрите, как меняется количество комментариев на его закреплённом посте. Сегодня утром количество вот такое, а к вечеру вот такое. Происходит это потому, что негативные комменты, которые просто не могут не быть, Стасиком тут же удаляются, а их авторы уходят в чёрный список. Там везде написано 25 рублей. Я отпишу в итоге, сколько скидывать 25? Он такой, типа, пишет, нет, 30. Я такой, ладно, фиг с тобой, скидывай ему 30 рублей. В это входила оттяжка сама, типа, да, и раскладка. Скидываю я, он мне скидывает просто настройку, которая просто, весь интернет в ней забита. Просто у него оттяжки все с интернета. То есть, какие там, как он пишет, типа, мы подбираем там сами по чувствительности на телефон. Я, типа, пишу, а раскладку? И он мне кидает раскладку, которая у них, главный, типа, на их группе, она у них там стоит, типа, и он мне её скидывает, просто два одинаковых скриншота. Я просто тогда, типа, офигел. И после чего я решил написать отзыв, пишу, типа, не советую брать все оттяжки с интернета, можно легко найти. После чего мой комментарий удаляет, я писал его раз пять, его всё время удаляли. Надеюсь, что там сделаешь разоблачение чёткое. Но если постараться найти негатив, то это возможно. В интернете сотни комментариев о том, что Стас кидает людей на деньги. А также имеются и личные переписки, которые, кстати, мне предоставили мои подписчики. Я просто их об этом попросил у себя в группе. Мне начали писать реальные люди, которых Стасик кинул на деньги. Да даже в посте того же самого доктора приведём конкретный пример, где Стас кидает его знакомого на 25 рублей. Вы сейчас, наверное, сидите и ржёте. 25 рублей, Евген, да это же пипец, как мало, это копейки. А теперь представьте, друзья, что Стасик пишет в день примерно 10 человек. А я уверен, их там гораздо больше. И каждый из них покупает настройки у Стасика за 25 рублей. В сутки при таком раскладе Стасик получает 250 рублей. Напоминаю, что это лишь по самым скромным подсчётам. За 30 дней Стас при таком раскладе получает 7500 рублей. Только с того, что продаёт чужие материалы с чужого паблика. То есть по логике вещей на его стене прямо сейчас должно быть минимум за один месяц 300 комментариев от довольных пользователей. Но сейчас их там всего лишь чуть больше 600. За полгода его деятельность. Если вы посмотрите, то комментарии там каждый день прибавляются. Даже если из 10 купивших комментарий напишет трое, 600 в данный момент времени за полгода это очень мало. Миллиард клиентов в деньги, миллиард пруфов кинуть. Не нужно быть хорошей математикой, чтобы сложить эти цифры воедино, сопоставить один факт с другим и понять, что минимум 2000 человек на сегодняшний день Стас кинул на настрой. И если 2000 было кинуто, повторяем по самым скромным подсчётам, то это на секундочку 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей! Просто на том, что ты кидаешь за копейки ворованный контент! Я в ахуе! Стоит также отметить, что с недавних пор, примерно с августа-сентября, майор своим клиентам скидывает настройки не сам. За него это делает человек по имени Паша. Вот его страница. Павел Ковалёв. И когда ты заказываешь у него настройки, может автоматически сложить сомнение, что Стасик в этих сделках выступает гарантом, либо человеком, который просто сводит покупателя с продавцом. И получается этого процента. Ставка про Пашу сделана сейчас для того, чтобы защитники и ярые фанаты майора не начали меня спамить, мол, это не он обманывает, у него всё честно, а его коллега Павел, это он ставит всех в ЧС, это он не возвращает деньги. И раз уж мы затронули тему Паши, то давайте я расскажу вам, как конкретно он связан со Стасиком. Вернёмся к вопросу рекламы, которая выходит у Стаса на странице. Как я уже и сказал, после того, как доктор улечил Стаса в воровстве его контента, Стасик в Абхах почистил свой паблик и удалил все новости с настройками для телефона. Отныне увидеть настройки вы можете только после того, как ему заплатить. До всей заварушки с доктором, Стас на своих ресурсах постоянно пиарил собственный паблик, который даёт лучшие настройки. В кавычках. Но как только начались разоблачения, Стасику пришлось искать обходные пути. Ведь не хочется терять бизнес, который даёт как минимум 10-15 тысяч рублей в месяц. С октября месяца практически на всех видео майора, а также в телеге, в сообществе, в группе ВК, выходит реклама нескольких пабликов ВКонтакте, которые якобы продают настройки. Если вы прямо сейчас зайдёте на эти паблики, то вы увидите, что друг от друга они мало чем отличаются. Смотрите, в первых двух минимум записей и паблики выглядят словно мёртвые. Практически одинаковое количество подписчиков и скрытые контакты. То есть мы не знаем, кто админ этой группы, кому писать в случае кидалово. А также, здесь практически одинаковый бот. Вот прям как под копирку сделано. Также отмечу, что эти боты мало чем отличаются от того бота, что стоит на личной группе майора. Смею предположить, что создавались боты в этих трёх пабликах одним и тем же человеком. Стасик. Вдобавок ко всему этому меня не отпускает мысль, а зачем человеку, который занимается продажей настроек, пиарить других людей, занимающихся тем же самым? То есть ты, Стас, по факту пиаришь собственных конкурентов. Ты за 200 рублей пиаришь человека, который отбирает у тебя твоих клиентов, на которых ты мог заработать гораздо больше. Либо ты тупой, Стас, либо... В данный момент времени я на 90% уверен, что эти два паблика это личные паблики Стаса, которые в данный момент времени продают то, на чём он спалился. И чтобы отбелить свою репутацию, единственное решение, что он придумал, это создать левые паблики, которые в данный момент не ведутся, в которых нет контактов, которые просто заточены на то, чтобы переводить в них новую аудиторию, которая подписывается на Стаса изо дня в день и втюхивать им это дерьмо. Плюс ко всему, я отмечу, что Стас сам не раз говорил и показывал, что у него имеются десятки страниц в соцсетях, которые он использует для фарма ОМНУ. Что-то мне подсказывает, что именно эти страницы используются им в данных пабликах, которые он так усердно в каждом своём видео рекламирует. Но это лишь мои предположения, ребят, вы можете в них не верить. Другие два паблика, которые также активно пиарит Стас, тоже имеют сходство. Помимо тех, что я только что озвучил, и помимо схожей деятельности, у них один и тот же владелец. Вот он, Алексей Алексеев, человек с закрытым профилем, человек, на которого мне в паблик поступало многочисленное количество жалоб. Человек, который замешан в мошенничестве, с настройками, с комнатами, с алмазами и продажами аккаунтов. Я не говорю, что Стас работает с ним в паре. Это возможно, но это не точно. Я лишь показываю, что Стас своей аудиторией целенаправленно рекламирует мошенников. Но это ещё не самое интересное, ребят. Помимо рекламы по продаже настроек, он также активно рекламирует идентификацию и... Думаю, не нужно сейчас объяснять, что это такое и почему это можно делать только с 18-летнего возраста. Подобная реклама имеется не только в видеороликах Стаса, но и в его группе ВКонтакте. Вот она, в его так хорошо распиаренном боте. Давайте зайдём на страницы, которые он рекламировал. Я думаю, сходство очевидно. Минимум друзей, минимум записей, практически одинаковые аватары, а также одна и та же деятельность. Мошенническая. Не могу утверждать, что это страницы майора, но то, что эти страницы фейков, которые кидают людей на деньги, информация 100%. А теперь переходим к рекламе и идентификации в группе Стаса. Для того, чтобы получить эту услугу, Стас просит нас написать Павлу Ковалёву. Его страница вот. Изучив её, мы можем понять, что этот человек настоящий фанат фрифайра. Подписан на все топовые паблики, на всех топовых блогеров, а ещё на школу, в которой учится наш Стасик. Что? Данная страница, это либо фейковая страница Стасика, через которую он обманывает людей, либо страница его одноклассника. Но этот вариант сразу же отпадает, потому что я не поленился и проверил паблик их класса, а также узнал у одноклассников Стасика, есть ли в их классе или вовсе в школе такой вот паренёк. Увы, таких никто не помнит и не знает. А сам Стас, со слов его одноклассников, не общается с людьми из школы. Отсюда мы делаем вывод, что Пашка Ковалёв, страничку которого Стас почему-то скрывает в списке своих друзей, это фейк, созданный майором. И создал он эту страничку только потому, что понимает, что деятельность, связанная с авторизацией киви-кошельков для несовершеннолетних, это уголовное преступление, за которое можно получить по шапке, конкретно за поделку документов и присвоение чужих личных данных себе. Сейчас объясню. А если добавить к этому, что половина людей, обратившихся к Паше, не получает результат и тратит свои деньги по факту впустую, то это уже плюсом вторая статья УК РФ, мошенничество в мелком размере. И это я молчу про то, что люди, которые пиарят это прямо сейчас, получают страйки на свои каналы от самого сервиса Киви. Почему его до сих пор не получил Стасик, я не знаю, но я думаю, у него ещё всё впереди. Страйки дают за то, что подобная реклама очерняет репутацию компании, так как по законодательству Российской Федерации пройти идентификацию в подобных сервисах может только человек, достигший 18-летнего возраста. А Стасик и ему подобные делают это для детей, у которых даже паспорта ещё нет. И делают они это при помощи чужих документов. В простонародье это называется дропы, на которые можно зарегать в соцсети, пройти авторизацию в Киви, в букмекерских конторах, ЦУПИС и в других сервисах, где требуется паспорт для подтверждения личности. Сегодня дропы можно влёгкую купить в интернете за 200-500 рублей максимум. Или, как я уверен, делает Стасик, попросить у своих друзей или знакомых за бесплатно. На один дроп можно зарегать от 20 до 50 аккаунтов. Количество ограничится только тем, когда вас спалят. Но это всё лирика и к делу не относятся. Я лишь хочу сказать, что Стасик это мошенник, который потихоньку начинает работать уже не от своего имени, так как оно замешано во многих случаях краш контента и денег, а через фейков. И делает он это только ради того, чтобы в случае чего сказать, а это не я, пацаны, я просто его пропиарил и всё. Ко мне вопросов нет, нет, это не моя страница. На самом финальном этапе монтажа я получил новую информацию касательно данной страницы. Мне скинули аудиосообщение от Павла. В этот момент там реально сидит другой человек. Вполне вероятно, что он просто дал доступ своему помощнику. Это может быть его знакомый или подписчик или ещё кто, который помогает ему обрабатывать бесконечную пачку клиентов. Стас однажды скинул пересланое сообщение от Паши, где ведётся переписка двух ютуберов в чате, где Павлика нет. Он просто не мог видеть данные сообщения. А также у этой страницы в честь тот человек, с которым Стас постоянно выяснял отношения в чате. Исходя из этого, я делаю вывод, что доступ к данной странице есть и у Стасика. Эти два момента, как мне кажется, подтверждают тот факт, что данная страница это просто фейк. Смотря на все эти комментарии, среди которых нет абсолютно ни одного отрицательного, но мы-то с вами знаем почти, я просто не мог не написать этим людям и не узнать, а действительно ли они всем довольны. действительно ли они покупали эти настройки у Стаса и действительно ли они работают. Не подумайте, я не писал всем шестиста людям, я не дурачок. Я просто выбрал 10 рандомных пользователей и отправил им практически одинаковые сообщения. В течение часа все они мне ответили. Из 10 человек, кому я написал, были действительно те, кому все понравилось. Но вы же понимаете, что не все так просто. Алексей Банкин. Настройки полная херня. И это несмотря на то, что у него положительный отзыв. Не состыковочка, по-моему. И по итогу выясняется, что его отзыв был написан только потому, что наш Стасик не хотел возвращать ему деньги. И этому парню еще повезло, ведь мог вообще в черный список уйти. А так хоть бабки вернули. Майкл Лебедев. Настройки так себе, а отзыв опять же положительный. А почему так себе? Ну потому что я фанат Стасика. И он мне ответил, вот и оставил хороший комментарий. Правда сейчас-то он токсик, я его не смотрю вовсе. И настройки его брать тебе не советую, потому что бабки он тебе не вернет, если они вдруг не подойдут. А не подойдут они совершенно точно, потому что все его настройки это абсолютный рандом. Но коммент хороший оставлю, ведь мне его контент нравился. И совсем похеру, что такие как я и вы могут в это поверить и быть посланными Стасиком на три буквы. Катерина Ломоносова. Она даже не оставляла там комментарий. Вместо нее это сделал ее семилетний братик, который даже телефон разблокировать не может. А не то, чтобы купить настройки у майора. Он просто его любимый ютубер, поэтому он взял и оставил комментарий, чтобы добавить ему плюсик в репутацию. А вот это вот, Наталья морская, честно, я даже комментировать не буду и стараться в этом разобраться. Это верх идиотизма. Если интересно, нажмите на паузу и почитайте сами. Я написал всего лишь 10 человекам из 600, где 4 человека оказались либо настройками недовольными, либо даже не оставляли комментарии, либо сделали это для того, чтобы им вернули деньги. Майор не только накручивает комментарии с фейковых страниц, которые не были в сети месяцами, они просто были созданы для комментариев, но он также шантажом призывает людей писать ему положительные комменты, иначе бабки вы свои не получите. И я уверен, происходит это изо дня в день. Майор, у меня от тебя просто пригорает. Лучше проверь свою стену прямо сейчас и почисти ее. А то я уверен, огромное количество людей вот прямо сейчас, вот в эту секунду, побегут писать тем, кто тебе там оставляет комменты. И что там мне подсказывает? Из 600 человек, которые всем довольны, найдется как минимум 200, которые скажут, что ты по факту кидок. Стас обманывает свою аудиторию. Стас ворует ваши деньги. Да, в большинстве случаев он скидывает вам обещанные настройки. Но поверьте, это настройки, либо которые сворованы у доктора, либо абсолютно рандомные, сделанные на коленке. С таким же успехом я могу продавать их вам. Вы мне кидаете деньги, а я в ответ вам скриншот охрененных настроек для вашей трубы. Держите. Сделаны только что за 20 секунд. Майк, не глядя. И если вы не верите в это, то прямо сейчас включите свою голову и поймите, что невозможно знать настройки на все телефоны. Это абсолютно личная хрень, которая подбирается исключительно из личных предпочтений игрока. Кому-то нравятся большие кнопки, потому что с ними играть легче, а кому-то наоборот не нравится, потому что он не может с большими кнопочками. Кому-то нужны маленькие, кому-то нравится, когда экран слишком быстро двигается, а кто-то наоборот любит, когда он слишком медленный, потому что он не может сосредоточить. Любая настройка на абсолютно любой телефон это автоматическая необходимость тестирования разных показателей и расположения кнопок конкретно под отдельного пользователя. Так вот по щелчку предоставить настройки на любой телефон просто невозможно. Кто это, блин, придумал вообще? Кто это покупает? Кто все эти люди? Это же самая настоящая афера. Это просто продажа в воздух. Здорово, братик, дай мне на айфон пятой настройки. Лови. А дай на десятый айфон настройки. Лови. А на Хонор есть? Конечно есть, лови. Дай на Пиксель. Лови. Дай на Леново. Лови. И пофигу, что у продавца настройок никогда ничего, кроме жалкой Ноки, не было. И так вот, люди, которые все это понимают, и когда пишут майору «Верни мне деньги», это все чушь. Настройки херня, обещанная тяжка не летит, они просто уходят в черный список. Скинуть какой-то список дел или что-то типа того, то что пусть мне надо было пойти в магазин. Что я не могу именно после твоего сообщения пойти в магазин или что? А кто-то и вовсе даже эти вшивые настройки на телефон не получает. Ты кидаешь майору бабки, а у него урок. Он не может ответить. Начинаешь ему спамить, а где же мои настройки? И тут же уходишь в блэклист. Тасала. Пиздец. Мы только что невольно посчитали денежки Стаса, и кто ты сейчас мне скажешь, что я говорю о каких-то заобочных суммах, и не может этот паренек в свои 14 лет так обманывать и держать в свои года на счету такие бабки. Может, друзья. Стасик может. Сотрудничество с Хуавой. Еба, я с двух видосов заработал 100 тысяч рублей. О май гад. Стасик на своих ресурсах продает рекламу очень часто. Я напоминаю, что подавляющее большинство людей, которые заказывают у него рекламу, он кидает на деньги. По моей информации, делает он это потому, что берет бабки со всех подряд. Этот паренек настолько жадный, что, например, сегодня ему написало три человека, и к каждому из них он пообещал рекламу сегодня. Все трое ему кидают деньги, но ставит он в рекламу только того, кто скинет первый. Очень много людей просто-напросто не оплачивают. Кто скинет деньги первый, а других двух в черный список. Но только тогда, когда они начнут говорить, эй, братан, а где реклама-то обещанная? Верни мне бабки. Вот так вот все просто у нашего Стасик. Суммируя все это вместе, мы в легкую получаем четырехзначные, и даже пятизначные, и даже шестизначные суммы, которые достаются ребенку 14 лет. Я не знаю, куда смотрят его родители, и знают ли они вообще, что у них в квартире растет мать его второй, Пабло Эскобар. Вообще стоит отметить, что в свои 14 лет Стасик очень сильно зависим от денег. Без шуток вам сейчас говорю, этого парня деньги испортили, а может быть просто показали его истинное лицо. Дело в том, что люди даже не понимают, что на ютубе совершенно другой контент. Чуваки, тут жизнь, там игра, алло. Апогеем максимальной деградации этого человека стало сотрудничество с компанией Хуавей. Стас в рамках этого сотрудничества снял два видеоролика и получил в сумме за эти видео больше 100 тысяч рублей. И естественно, такие суммы напрочь снесли ему башку. Наверняка вы в курсе, что в августе этого года многие видеоблогеры по фрифайеру пиарили приложение AppGallery, прося своих подписчиков скачать новую версию игры там и получить за это недельный ваучер. А если вы еще и задонатите, то вам на халяву упадет ваучер на месяц. Тогда я тоже принял в этой акции участие и получил за это около 30 тысяч рублей. Суть сотрудничества была в том, что блогеры приводят новых пользователей в AppGallery и получают за это деньги. За обычных людей, которые просто скачали игру 200 рублей, а за тех, кто еще и задонатил 500 рублей. Как я уже и сказал, Стасик на этом сотрудничестве поимел больше 100 тысяч рублей. Не думайте, я сейчас не заглядываю в чужой кошелек ни в коем случае. У меня свой, их мне просто до лампочки. Я сейчас лишь констатирую факты, потому что тогда, получив деньги от Huawei, Стасик буквально открыл свое истинное лицо. Да, блять, кто он вообще, чувак? Если бы тебе было реально, кто он вообще? Вам бы абсолютно все беседе было его абсолютно поебать, а тут три человека просто спамят. Получив единоразово такую большую сумму, он в общем чате ютуберов, где есть я и другие парни и девочки, начал себя превозносить. Ставить себя перед нами еще выше, чем он ставил до этого. Я вам еще раз, сука, напоминаю, вам сейчас все вот эти сумички дает человек с телефонов за 100 баксов. Его эго после сделки с Huawei просто улетело в небеса. При каждом удобном случае Стасик это повторяет. В чате с ним были постоянные ссоры на почве денег. Он окончательно славил звезду и почувствовал себя взрослым. Дошло все до того, что он без огрызения совести говорил девочке, что ее батя Лошара не может заработать столько, сколько заработал он в свои 14. Он сидел и засирал людей, работающих на заводе. Он унижал своего когда-то друга за то, что тот не набирает просмотров столько же, сколько у него. И когда тот кидает свою статистику, Стасик кидает в ответ свою. Типа, посмотри какой ты лошара, у меня-то просмотров больше. Простыми человеческими словами, наш Стасик просто превратился в какого-то маленького монстра, которому даже слово сказать нельзя, а если скажешь, будешь публично унижен. Блять, ты долбоёб, просто тут не на него. Даже его одноклассники, которые учатся с ним уже 8 лет, испугались скинуть его фотографии, потому что он может закинуть им дизлайки на канал. Человек пользуется своей популярностью, он не только кидает людей на деньги, но он ещё умудряется ими манипулировать. Наблюдая всё это несколько недель со стороны, я однажды сорвался и вступил с ним в конфликт, но так как я старше и язык у меня в этих делах подвешен лучше, Стасик тогда ответить мне ничего не смог, можно сказать я поставил его на место, и с того дня ссор в нашем чате уже нет, а через какое-то гильдийцам мне похуй на всех болять в этой гильдии, мне похуй кстати о гильдии Стаса, об этом стоит сказать отдельно, то что происходит там это какой-то верх идиотизма, Стас может в лёгкую послать на дри буквы тебя за то, что ты просто попросил у него админку, а потом кикнуть из гильдии и поставить в чёрный список в чате, вообще со слов Стаса ему похрен на его с гильдийцам, ему похрен на всех и даже на себя, мне похуй на тебя, мне похуй на себя, мне похуй на всех болять в этой гильдии. Какой же ты глупый, Стасик! За гильдицей Стаса, я обращаюсь к вам, что вы делаете в гильдии этого человека? Вы сидите там только потому, что он ютубер? Я тоже ютубер, залетайте ко мне! А цифри фаер, вот такая вот гильдия. Слушая все эти аудио, читая все эти переписки, у меня складывается ощущение, что этот парень какой-то недоразвитый псих! И все, что происходит с ним сейчас, я повторяю, это исключительно на почве популярности и денег, которые на него обрушились в раннем возрасте. Ему всего 14, он слишком рано начал получать деньги. Еба, я с двух юдосов заработал 100 тысяч рублей, о май гад. Помимо кидавого и срача с теми, кто на его уровне или ниже, он также умудряется задеть и тех, кто постарше. Таким образом, он самоутверждается перед своей аудиторией и другими более мелкими ютуберами. Но сразу же стоит отметить, что с другими ютуберами, которые выше его по статусу, он не говорит лично. Нет, с ними он действует по-другому. Он просто может выложить пост в группе ВКонтакте, где обвинит жабку в том, что он сосет горение, а не ему взамен за это скины, новости, сливы. А на следующий день он тысячу расскажет, что завидует жабке и что тот красавчик заработал на квартиру в Питере. Вчера жабка сосал, а сегодня красавчик. Зарабатывает это жабка, потому что он не долбоёк. В свои 14 лет, мне кажется, Стасик страдает от биполярного расстройства, потому что сегодня он ненавидит жабку, а завтра им восхищается. Сегодня он ненавидит всех подсосников крупных ютуберов, обвиняя их в том, что если бы не они, то не было бы и вас. Чувак, азама не станет, ты станешь никем. Фарифайра не станут, я хотя бы монтировать умею. А завтра весь его контент в группе и телеге это исключительно контент про этих самых ютуберов. То есть автоматически сегодня Стас является тем, кого он хейтил вчера. Подсосник, Стас, ты тупой или да? Ты уж определись, на чьей ты стороне. Топишь ты за ютуберов, равняешься ты на них или ты их ненавидишь. А то получается, что сегодня ты азама хвалишь, говоришь, что он топ-1, но уже завтра с твоих слов азам это дебил. Я сейчас не понимаю, как такой самый, крупный ютубер ходит еще нахер на какой-то там левую нахер работки командировки. Он что-то долбоеб что ли? Только потому, что он как нормальный человек ходит на работу. Боже, какие же клоуны, которые в тиктоке и вообще везде там, допустим, какой-то мусор убирают, что-то там бомжам помогают супиться, пиздец, стыд. Сегодня у тебя жаба сосет, а завтра ты никого умнее жабы не встречал в своей жизни. То есть, по твоей логике самый умный человек это тот, кто... Гениально! Я понимаю, Стасик, в силу возраста тебе еще не понять, как люди добиваются успеха. Тебе непонятно, почему люди ходят на работу, почему ютуб просто не может быть площадкой для заработка на постоянной основе. Азам, блядь, мне кажется, ну, наверное, кто-то поубь судя по его действиям. Увы, ты даже не знаешь, что такое религия ислам, которая не позволяет тем, кто ее исповедует, брать деньги, которые они не заработали. Поэтому многие исламцы это исключительно работяги. Азам, он работягом. Он работает, как папа Карла, каждый божий день. И при этом умудряется еще и стримить по 5 часов. Но ты всего этого не знаешь. И поэтому позволяешь себе говорить такие обидные вещи. Твои вот эти клятвы, твои мне Аллахи, твои вот мамы, мне нахер они не нужны. Священный месяц мне тоже настрать на твой священный месяц. Он ничего не значит. И для тебя он тоже ничего не значит. Я это знаю. Так же давай деньги и будет от тебя тяж. Сильное заявление. Сказочный долбоёб. Да-да, этот чувак за денег за жалкие 25 рублей может опуститься ниже Плинтуса и начать оскорблять религию. И таких моментов в копилке майора очень и очень много. Этот ребенок в силу своего возраста изо дня в день противоречит сам себе. Сегодня он такой, завтра он другой, сегодня все подсосники Азаба и Жабы, а завтра он ворует у них контент. Сегодня все хайлайтеры это фейки Смайла и сам Смайл незаслуженно популярный, а завтра он посвящает 10 постов про то, что Смайл наконец-то открыл лицо. Какой красавчик! Майор, ты маленький, глупый ребенок, которому деньги так сильно вскружили голову, что ты уже сам запутался в своих двух извилинах. И мне тебя очень сильно жаль, что в свои 14 лет ты не имеешь никаких ценностей, что за гребаных 25 рублей ты можешь переступить черту и оскорбить Всевышнего, который для многих это самая запретная тема. Мне жаль, что твои родители не донесли до тебя таких простых человеческих истин, как уважение к собеседнику. Так, блядь, все, что ты такая тупая, это мне отлично это я понимаю. Поэтому сегодня ты в легкую оскорбляешь чужих родителей. Мне ебаната, блядь, по жизни, вам надо побыстрее сгибовать, от них я вам так скажу. Ты унижаешь маленьких детей без особого повода и кроешь за спинами членами старших, а завтра без угрызения совести надеваешь маску хорошенького мальчика и восхищаешься теми, кого еще вчера обкладывал членами со всех сторон. И знаешь, что самое смешное в этой ситуации? Когда тебя притягивают за язык старшие, ты уже не такой смелый. Аудио перестаешь записывать, а если и записываешь, то двух слов связать не можешь. Вот, извините меня, пыжи, 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 да. Ты маленький, невоспитанный лицемер, который ради денег готов на все. Когда ты только начинал свою карьеру на ютубе, ты мог попросить пиар за бесплатно. Тебе это делали, тебя рекламировали совершенно бесплатно. И за счет этого ты набирал свои просмотры. Да, пускай они маленькие, но просмотры. Но когда эти же самые люди просили пиар у тебя, богатого и знаменитого, либо плати мне бабки, либо иди давай в ЧС. ЧС, только за то, что тебя попросили пропиарить в сообществе. ЧС, людей, которые в свое время, многократно, и совершенно бесплатно пиарили тебя. Ты не уважаешь не только своих друзей и коллег по цеху, но и своих подписчиков, людей, без которых у тебя не было бы всего того, что ты имеешь сейчас. На своих видео ты такой хорошенький, миленький, всем готов помочь, но за пределами ютуба ты один из самых мерзких людей, каких мне только доводилось встречать в своей жизни. Чуваки, тут жизнь дам, игра, алло. И знаешь, что самое страшное? Что ты 14-летний шкет. Я не понимаю, как на тебя подписываются. Почему никто до сих пор не сказал и не показал, что ты из себя представляешь по факту. Хотя нет, почему подписываются, я знаю. В своих роликах Стасик постоянно что-то разыграл. Формокоды на халяву, подарочки, все, что нужно, чтобы заработать халяву от Стаса, написать комментарий под видео и подписаться на его канал. Как вы думаете, ребят, получают ли люди подарки? Точнее не так. Как вы думаете, ребята, а существуют ли эти подарки? Короче, я в ролике говорю, вот, вводите промокод в комментарии, промокод кодовое слово и забирайте свои призы первыми. Я не говорю, какие призы, я не озвучу победителей и они пишут. Стасик, ты не только кидаешь людей на деньги, но ты и с каждым новым видеороликом просто сышь им в уши. Если ты преуспел в чем-то на ютубчике, то только в обмане лицемерии и воровстве. У меня есть опыт. И вот этот вот шкет сегодня врывается в топ и набирает просмотры? Серьезно? На, серьезно, преневерил. Друзья, несмотря на всю черстость и аучность этого человека, не нужно после просмотров этого видеоролика идти и его дейти. Не нужно ему угрожать или еще что-то в этом духе. Мы с вами, я уверен, выше всего этого дерьма. Я просто призываю вас молча сделать выводы и, возможно, хотя бы научиться чему-то хорошему на чужих ошибках. Например, быть добрее. Майор это еще ребенок, воспитанием которого должны заниматься его родители. Но никак не мы с вами. Я уверен, это видео он посмотрит и сам все поймет. Ну, либо кинет мне страйк. Я буду благодарен каждому из вас, если вы поможете мне в распространении данного видеоролика. Для этого нужно поставить мне лайкусик, ну или дизлайк, и написать какой-то комментарий. Эти два действия очень сильно помогут сделать так, чтобы это видео увидело как можно большее количество человек. А если вы еще и репостните, то я прям не знаю. Буду самым счастливым ютубером. Заранее всем вам спасибо за помощь и за просмотр. Простите, пожалуйста, что отнял ваше время. Надеюсь, вы провели его с пользой и этот видеоролик вам действительно понравился. И напоследок хочу пожелать каждому из вас быть честными. В первую очередь перед самим собой. И да, следите за своими язычками. Потому что рано или поздно найдется какой-нибудь отец Евген, который сумеет вас за него подтянуть. Наверное, на этом у меня все. С вами был отец Евген. Увидимся. Пока-пока. Это еще не все. Хе-хе-хе-хе. Майор Стас Кузнецов. Да хотя какой-то нахрен майор. Рядовой Кузнецов. Я обращаюсь к вам. Я знаю, вы очень сильно любите присваивать чужой контент себе. Как вы можете заметить, в этом видеоролике мой коллега-отец Евген не произнес ни одного мата. Сделано это было для того, чтобы вы, рядовой Стасик-Унитазик, в легкую могли юзать наш материал. И не бояться, что видео увидит мама или папа и надают вам за маты Евгена по шапке. Рядовой Стасик-Унитазик, я приказываю вам в самое ближайшее время ответить на своем канале ни мне, ни Евгену, а прежде всего своей аудитории, своим подписчикам и всем тем людям, которых вы оскорбили и обманули за все это время. Поясните в срочном порядке не за ворованный контент, все и так знают, что вы воруете у жабы и других ютуберов, а за деньги, которые вы присваиваете себе. За трехэтажный мат в ответ на какие-то максимально простые просьбы. За унижение родных, за оскорбление религии, вот за всю эту чернуху. Я думаю, время ответить за все это пришло. Что-то мне подсказывает, Стасик-Унитазик, что теперь уйти от ответа не получится. Вы так долго ждали разоблачения на себя, что и забыли, наверное, что если оно будет нормальным, придется на него ответить. Я, капитан-полковник Евгений Старший, и я жду ваших публичных извинений, рядовой. Но только в этот раз давайте как-то поувереннее и без вот этих вот «Я, пыжи, пыжи, простите, да?» Это нам не нужно. Давайте нормально, по-человечески, по-мужски, как майор. С миром и любовью, рядовой, капитан-полковник Евгений Старший, вольно. Вот, извините меня, пыжи, 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 да, пожалуйста. Ладно, реально, я вам сейчас серьезно говорю, где майор, где майор, толчки майор, где майор, стука ваша, любовь, у него с утра запор, немножко перегнул, да, вот, все, короче, пацаны, все, простите, все, всем пока.